Ребятушки, всем привет! Всех вас целую! Люблю до луны и обратно! В общем, готовлю. Готовлю у станка. Буду готовить на два дня. Что буду готовить? Короче, у меня здесь говяжий фарш, очень много зелени, лук, чеснок. Все, больше абсолютно ничего нету. Ни картошки, ни хлеба, ничего. Буду делать типа вот, ну, не котлеты, ну, люля-кипап тоже на сковородке не делать, ну, типа маленьких таких люляшек. Их еще можно, если вот на праздничный стол готовишь, на шпажки одевать. И синим маринованным луком это все дело посыпать. Ну, лука синего нету. Это типа люля, как я называю. Будут они без шпажек. В общем, вот такие люляшки с маринованным луком. И вечером, уже перед едиковым приездом, картошка почищена, сварю пюре. И будет окрошка. Это тоже мы завтра едем же на вязанный рынок. Завтра нас целый день не будет. И чтобы вот приехать, все было готово. В общем, вот такое вот меню на сегодня и на завтра. Вот, что еще? Ну, что, ребятки, что еще? Что еще? Короче, жарко у нас. Жарко. И хорошо, что я вчера столько дел переделала. На душе стало спокойно. Сарайки мои в порядке. Все в порядке. Там пристройки убрано. На улице делать нечего. Жарище. Мы вчера с Алиной пошли вечером. Она деревца побелила. Я побрызгала деревья. В общем, все. Все по двору, все управились. Во дворе чисто. Что могла. Электролитом побрызгала. Тоже трава уже вся пожухла. В общем, красота. Вот. Дома кое-что там. Обуви очень много. Хочу сейчас все перемыть. На солнышке все быстро высохнет. В общем, вот такой вот у меня сегодня день. На окрошку тоже все сварила. И окрошку я, девчата, делаю с сосисками. С сосисками. Я еще думаю, может, колбасу. А потом думаю, у меня же сосиски. Всегда замороженные есть сосиски. Если у меня нету колбасы вареной, я всегда режу сосиски. Какая разница? Что колбаса вареная, что сосиски. Принцип один и тот же. Вот. Еще есть копченая. Но мои что-то с копченой колбасой не едят окрошку. Вот такие вот маленькие люляшки. Они сейчас еще ужарятся. Фарш говяжий, но не сильно постный прям. А такой, ну, видать, с жирком. В общем, девчонки, тут у меня этот комментарий. Вы говорите, ой, не надо мне, не пишите там, да, что Юля, ты не нервничаю. Я не нервничаю абсолютно за комментарий. Потому что у меня, мои зрители, в основном, все хорошие. Я же говорю, 99,9. Ну, один какой-то попадется, да. Вот его сразу, сразу я его блокирую. И даже это не обсуждается. Вот. Ну, и не обязаны же меня всей любить. Для кого-то я и плохая. Для кого-то я и хорошая. Кто-то меня вот хорошей считает. Кто-то, кого-то я вообще бешу и раздражаю. Ну, и вот я никогда сразу не обсуждаю комментарии, да. То есть пар выпущу. У меня там все прокипит внутри. Чтобы этот негатив в народ не нести в массы. А потом уже вот пройдет несколько дней. Уже я к этому спокойно отношусь. Ну, и потом вот так нет-нет я могу за это вам сказать. Вот это на рынке мы были. Ну, я могу с рынок снимала. Там покупок. А так особо мы сильно не покупали. Ну, что я купила там? Рыбу. Рыбу купила. Помидоры, огурцы. Ну, все. Что вот берут все девочки. Ничего сверхъестественного. Никаких там. А если, представляете, я икру красную купила. Этот. Ну, и в общем, ладно. Вот это все я цнула рынок. Ой, кто там порадовался. Кто говорит, ой, у вас цены дешевые. Кто начал здесь девчата свои цены в комментариях писать. А у нас это столько стоит. А у нас это столько стоит. Ну, все равно его интересно. Когда смотришь вот в других регионах. И тут... А, и покупала я сыр. Покупала сыр. Сыр стоит 400 рублей, девочки. 400 рублей стоит сыр. Где сейчас сыр стоит дешевле? Ну, только если вот колбасный сыр. И этот. Ну, и говорю, вот беру такой сыр там, туда-сюда. И ему говорю, очень хороший комментарий. Смотрите-ка на нее. Сыры она уже покупает. Вот что Ютуб с людьми делает. Вот в такого плана комментарий. Блин, если бы... А это я ж не с плесень. Я купила обычный сыр, домашний сыр сулугуни. Который мы всегда покупали. А то, что, забыла раньше, как пропагандировала дешевые макароны и говорила, что это вкусно. Я и сейчас покупаю дешевые макароны, девочки. И даже вот не беру макку. Покупаю короны Ставрополя. Ну, как дешевые. 30 с чем-то рублей пачка стоит. И сейчас беру так. А что изменилось? Что поменялось? А при чем здесь Ютуб? Что покупали раньше, точно так же и покупаю. Кто сейчас у нас помидоры и огурцы не ест? А ну-ка, скажите мне. Если это их не сезон сейчас пришел. Этот сыр, он что, с плесенью там за 2000, за 3000? Обычный сыр 400 рублей. Куда еще дешевле? По-моему, дешевле сыров нет. И вот так вот. А еще в тот день у меня такое хорошее настроение было, да? Но на это невозможно не обращать внимания. Никогда не невозможно. Ты всегда это принимаешь на себя. Я думала, у меня сразу, может, я чем-то обидела. Может, какими-то покупками. Может быть, кто-то сейчас не может что-то... Ну, короче, вот так вот. Начинаю про себя вот это все думать. Не может себе кто-то что-то купить, да? А тут я вот это показываю. Может быть, на нервы людям играю. А потом так села, подумала. А что я такого купила? Ну что? Помидоры, огурцы? Мы что, их раньше не ели до Ютуба? Или ту же рыбу вот этот? Обычный карп. Я же молчу. Мы же не какую-то там красную рыбу за дорогущие деньги взяли. А обычная рыба. Речная рыба. Обычный сыр. Овощи. Три баклажана взяла там. Перца килограмм взяла. И того даже не было. Думаю, а что я такого взяла, чтобы мне было за это стыдно? Ну, в общем, вот так, ребятки. Бывает такое вот. На хорошее настроение я приехала. У меня настроение бомба. Я такая вся прям вот подвижная. Все, что ты-то думала. Ой, видео сняла. И на рынке побывала. И все. И сейчас я едю к дому. Как раз выходной был. Думаю, он сейчас косить начнет. Я сейчас начну жарить этот, как его, рыбу. В общем, такая вся воодушевленная. Нате вам, здрасте. Все, настроение сразу на нуль у меня упало. А потом же я думаю, я не распыляюсь всегда. Вот когда у меня все кипит, думаю, сейчас я видео запишу. Нет, нет, ни в коем случае. Не хочу нести негатив. Негатив массы, да? Это сейчас я уже могу так спокойно и с флюмарком это все рассказать. А когда у тебя все кипит, с флюмарком не получается. Вот. А у нас негатива и так хватает. Вот так вот выше крыши. НТВ включи, там ЧП новости я тебе дам. Этот. И вот это я так подумала, думаю, а почему мне должно быть стыдно? Что я такого купила? Что я такого взяла? А я себе красную икру купила бы. Это вообще трындецная она была бы. Это я, девчонки, не за всех. Вы у меня хорошие, я знаю. Ну вот эти вот. Тут унана. Крыша у кого едет. Этот. А вчера тоже. У меня там еще один Иван. Иван Рябов, что ли. Этот. Все он никого. Он, ну, видать, он недавно на меня подписался. Я же всю вот эту вот динамику, это все у меня видно. Кто смотрит меня, кто что пишет. Бывает вот кто в дальних видео пишет комментарии. Это мне все приходят эти уведомления. Ну, пишет, 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 пишет так. Ну, ничего так не этот. А вчера вступил в перепалку с моими подписчиками. Тоже пошел в бан. Сразу я его удалила. Вот. Ладно, там со мной, но с подписчиками, что мы с моими спорить. И портить им, поднимать им нервы, и портить им настроение. В общем, пишет. Ага. Вот ты замуж вышла за мусульманина. Вот нет бы за своего выйти. Вот. Я против нации ничего не имею. Ну, короче, ничего такого. Ну, вот, мол, такие девчата уходят, мол, этот, с нашей нации, выходят за другого там. Трали-вали. Ну, в общем, такое все. Ну, думаю, а что отвечать человеку все равно. Раз так не понял, так тоже не поймет. Мне, ну, сердечко поставило ему, и все на этом. Еще пишет, еще пишет в комментарии. Ну, сердечки ставлю, отмечаю ему. А вчера, как этот, началось с подписчицей с моей. Окей, где-то видео я снимала, что, говорю, вот дети в ауле все равно вот как-то более воспитанные, что ли. Потому что они как-то больше под контролем здесь. Потому что вот школа рядом, в классах людей мало. И все равно с учителями как-то на связи. Можно сказать, что 24 на 7. То есть ничего, ничто от твоего ребенка, ну, то есть твой ребенок, ничто, невозможно ему от тебя что-то скрыть. Все это на виду происходит, все это быстро передается. В общем, как-то вот так. Потому что соседи же дружные там, все друг друга знают. Ничего такого вот, чтобы противозаконного, ничего в нем от тебя не уйдет, да. И поэтому, может, дети как-то, ну, как-то мало вот такого вот слышно за детей. Можно сказать, вообще ничего не слышно плохого. Ну, и вот этот ролик я записывала. Это давний ролик был. Ага, тут он посмотрел этот ролик. И говорит, ну да, это они там в аулах такие ему воспитанные. А к нам приезжают и бандиты, и то, и все. Ну, в общем, вот, понимаете, начинает провоцировать. Тут, конечно же, ему кто-то ответил, и вот это началась перепалка. Все, тоже сразу ушел. Ушел в бан. Он, конечно, может меня смотреть. Он может все мои видео смотреть. Но он не может этот чек уже мне писать. Уже свою, эту, излагать информацию свою не может. Так что вот так вот, ребята. Ну, у меня настроение хорошее. Ничего мне не может его испортить. Отвес идет. Все, отлично, девчонки. А ну, что плохого? Что плохого может быть? Вчера Тимур приехал, привез наушники, купил себе. А как Алина они называются? Арпоты. Айрпод. Айрпод. Наушники тоже довольны такой. И, в общем, он, ты тоже провел интернет. Теперь у нас мечта. Мечта о смарт-телевизоре. И у нас, и у него. У нас телевизор есть, но ему, девочки, LG плоский, на стенке висит, небольшой. Мы еще покупали, Тимур только вот родился, там что-то годик, что ли, два было, Тимур. Представляете, сколько лет, вот что значит, да, фирма LG. И у него, что, он все там до копеечки складывает, такой вот, ничего не потратит. Тимур, мам, уж телевизор возьмем. А на тот телевизор, что у нас уже есть, мы договорились, что купим на него приставку. Вот, приставку вставишь, и получается, у тебя смарт-телевизор, который работает от интернета. Интернет мощный, вот, как провели, просто я видео сейчас гружу 5, максимум 10 минут, и все на это. А раньше часами я загружала. Ну, и, в общем, у него вот есть часть денег, даже больше половины, чем на телевизор. И остальную часть будем мы ему добавлять, в общем, купим ему, ну, как ему, нам, всем, купим ему смарт-телевизор. Вот, разве не хорошие новости такие, вот, для семьи? Разве это плохо, что никто не болеет, все хорошо, сын вот так вот, сын вот так вот работает. Вот такие у него планы. Не просто, там, фырь-пырь, там, да, какую-нибудь ерунду накупить, там, и шмотки, тряпки, там, друзей собрать, угостить, там. А вот именно вот так вот думает, вот так, здравомыслящий рассуждает, что свой труд лучше вложить в какую-то, такую вещь, которая будет вся семья пользоваться. Он будет пользоваться, всем она будет доставлять радость, счастье. Ну, в общем, вот так вот, ребятки. Так что, ни в чем не может не испортить настроение. Ну, ладно, сейчас вот эти люляшки жарю, сейчас лук буду резать, мариновать лук, и потом покажу вам, что там, как это все выглядит дело в конце. Так, девчонки, а лук, я знаете, на них отмариную. В общем, лук порезала, складываю. Не просто уксус, еще чуть-чуть сахара добавляю для усиления вкуса, и солью. Уксус прям вот не разбавленный, 9-ти процентный. Так, ну, чуть-чуть, все, я же его прям поливать уксусом не буду, чисто, чтобы лук промариновался. Так, сюда сахара чуть-чуть и соли, и все. Вот тебе и весь маринад. Так, сахар и соль. Вот, и будет вот так вот. И он прям быстрее промаринуется из-за сахара, и будет шикарно. Все, перемешиваем. Так, ребятки. Белла, собственная персона, у нее сегодня выходной, вот так я ее поймала. В общем, окрошку. Она не ест окрошку с колбасой, просто она колбасу вообще не ест. Вообще, это правильно. Да. Потому что я делаю из грудка, и с этот, у нас никто не... А где, говорит, колбаса, а что это за окрошка? Мы такую не будем. В общем, Белла наливаю без колбасы. А потом добавлю колбасу. Ничего она такого не ест, только из вот этого всего куриные рулеты еще, да, ты ешь? Угу. И люляшки, девчонки, вот такие сделала. Видите, луком посыпала. Ну, попробуй люляшку. Она еще теплая. Так, и высыпаю теперь колбасятину сюда. Ну, это сосиски, я порезала сосиски. Вкусно, вкусно. Угу. Там ни хлеба, ни картошки, ничего нет. Чистое мясо, лук, чеснок, все. Зелень немного. Вкусно. Вот так вот мы редко видимся. Бывает, вот у нее два выходных, бывает, что один, когда выходят, я еще думала, она не пришла. Бывает, она вообще не заходит. Ну, правильно, уставшая куда-то, а еще жара такая. Сегодня вообще жара у нас бешеная. Так, ну и все. Это с колбасой. Это в холодильник. Вот. И на сегодня, и на завтра. Завтра приедем, хоть мне не надо, не будет что-то готовить. Холодненький, до сала попили. И вот салат пробует было. Вкусно. Вкусно. Ну вот не пошло. Это овощной вычок. Попробовали, говорят, нет, ерунда, говорит, ты будешь так не делать. Баклажаны. И вот еще на костре делают, на шампура одевают. И вот эту шкурку снимают, потом все мелко рубят. Зелень, чеснок и... Ну да, что-то... А я сделала сколько? Ну, ем там две-три ложки. И мне не идет. Ну, она вкусная. Вот сейчас. Вот с этим с любяшкой, да? Угу. Все вот так, ребятки. Угу. Так, девчата, постирала вот эту махровую простынь. То, что я тогда брала в Васильке. Шикарная, просто шикарная. Не цвет не поменяла. Ничего с ней не случилось. А, видите, стирала на 60... Нет, вру, на 40 градусов стирала. Вот, на 38 минут. В общем, пользовались мы и укрываемся. Но также можно как простынь использовать. Не только как укрываться, а вот именно как простынь. Вообще классно. Просто... Камила, не открывай дверь. Сейчас Арчи ее этот зайдет туда. Я сейчас буду кормить ее. Вот, так что девчонки советую. Они, правда, это вот не реклама. Я же сегодня Василек не рекламирую. Это вот вам от души говорю. Они только появляются. Все. День-два уже нету. Только появляются. День-два уже нету. И мне вот именно такой вот цвет нравится. Темно-синий. Вообще здоровская. Арчи. В общем, флешка гуляет наша. Арчи вообще не отходит. Он живет здесь. Он просто здесь живет. И это собака. И вот это. Это Анетона, соседская собака. В общем, они здесь и днюют, и ночуют. Я не знаю, что они едят, что они пьют. А вот этот вот избалованный, вот этот из хорошей семьи такой. Он, знаете, он тут и не поест, и не попьет. Он деловой. И, в общем, вот это сидят, ждут. Вот пока она не отгуляет. Вот особенно Арчи. Он живет у нас. Живет. Он такой добродушный. Он такой всех любит. Он влюбился в флешу. Влюбился в флешу. Вот, видите, они и плачут здесь. Наш кот мимо проходит в них. В общем, проходит. И кот их не трогает. И они кота не трогают. В общем, знают, что они соседи. Это флеша. Это флеша. Это мне тебе, да. Это мы свои флеша. Ага. Ага, сейчас. Ой-ой.